Вначале примерно 4 тейка по 5 минут, можно обменяться тейками по 5 минут. Потом после тейков начинается полемическая фаза, то есть это просто разговор без временного регламента. И потом ответы на вопросы аудитории, в ходе которых идет таймер, и собственно таймер, когда истекает, вопросы перестают приниматься и объявляется победитель. То есть вот как бы так. Значит, ввиду того, что мы начали позже, значит, у вас сколько время свободного есть на эти дебаты, начиная с этого момента? Ну, часа три у меня есть. Нет, нет, трех часов у меня нет, максимум полтора. Полтора часа, вот. Я хочу извиниться, потому что по моей вине задержка у меня сегодня просто сумасшедший день. Ну, всякое в жизни бывает, вот. Значит, я думаю, что действительно лучше сократить количество тейков просто по одному тейку, чтобы у каждого было. И потом полемическая фаза, она, ну, примерно, ну, минут 40. И потом вопросы аудитории, которые, ну, они могут затянуться, а могут не затянуться. И, в принципе, таким образом полтора часа будет покрыто. Как вы на это смотрите? Я думаю, что раньше лучше. Хорошо, кто первый, значит, предоставляет свой пятиминутный тейк? Я думаю, уместно мне начать, потому что мы когда договаривались, я вроде высказывал тейки, а не оппонент. Оппонент согласен? Я не возражаю. Хорошо, тогда Андатра начинает, значит, пять минут, один, два, три. Время прошло. Так, давайте я сначала представлюсь. Меня зовут Илья. Вы можете меня знать под ником Андатра Мэн или человек Андатра. Могли видеть меня здесь у Мардинала на стримах. Разок на стриме Ежи Сармата. И разок на стриме у Васила. Прошлые дебаты здесь с человеком, называвшим себя почему-то нейробиологом, я выиграл на эту же тему. Надеюсь, сегодня тоже выиграю. Тогда мы обсуждали, ну как обсуждали, просто быстренько выяснили, есть ли какие-то тейки, то тейки высказал только я. Я могу их вкратце сейчас высказать. Во-первых, я готов стоять на том, что веганство полноценно на любом этапе жизнедеятельности, хотя, в принципе, здесь сложно что-то обсуждать, потому что ни одного научного исследования, доказывающего обратное, крупного, найти невозможно. Второе. Веганское общество выгодно в том числе для людей, в нем живущих, то есть не только для животных, но и для людей. Это скорее такая философская позиция, я думаю, что я могу ее доказать, но боюсь, конечно, что аксиоматика может быть не всеми разделена. Тем не менее, я считаю, что аксиоматика, на которой я стою и из которой я вывожу вот это утверждение, она достаточно состоятельна. И третье. Это необходимость веганства выводится из генеративных этических установок, которых придерживаются большинство жителей Земли уже сейчас. Большинство в любом цивилизованном обществе. То есть суть здесь в том, что если взять какие-то основные установки по отношению к животным, то посредством нехитрых логических выводов операций можно прийти к тому, что на веганство должен перейти практически любой человек уже сейчас. Повторюсь, искать из того, во что верит он сам, а не из того, во что верю я или из того, во что верит кто-то другой. Я думаю, в принципе, я могу... Ну, еще надо сказать, что по сути я могу ответить на любой вопрос, который будет у уважаемых зрителей, который будет у оппонента. То есть, наверное, я могу закончить этот тейк. Так, тейк закончен досрочно. То есть точно не будешь брать эти две с половиной минуты остается, нет? Я бы, возможно, их использовал потом, вдруг, вот, например, в следующий раз. Или у нас по одному. Если мы решили по одному, то они пропадают, я поэтому спрашиваю. Ну, в принципе, я могу, может быть, пару слов сказать вообще о том, в принципе, кто я. Тогда, раз уж, я думаю, оппонента уважаемого... Две минуты. Уважаемые оппоненты и так все знают про себя, пару слов могу сказать. Я кандидат в кандидаты педагогических наук, вчера закончил аспирантуру. Теперь осталось только защититься под Новый год, должно защищаться. По основной деятельности я дефектолог. Я работаю с детьми и аутистами на основе прикладного анализа поведения. Если уж очень захотите, то можете задавать какие-то вопросы, связанные с этим. У меня был стрим здесь у Анатолия на этом канале. То есть, хайлайт этого стрима вы можете найти. Ну, и почему я, в принципе, здесь отстаиваю веганские позиции? Потому что я, помимо этого, еще и администратор крупнейшего некулинарного сообщества ВКонтакте. Он называется «Вегетарианцы веган». Ну, а теперь точно все. Так, хорошо. Значит, досрочно закончили. Ну, оппонент все равно пять минут получает. Значит, в принципе... Ну, на счет три время сейчас пойдет. Раз, два, три. Всем доброго времени суток. Приветствую Илью. Приветствую Анатолия. Я не услышал тейка от оппонента, потому что это была вводная речь. То есть, мы вообще ничего не обсудили. Он ничего не сказал. Я слышал только фразу, что кто-то что-то должен. На основании каких-то внутренних убеждений, про которые Илья, видимо, хочет нам всем рассказать. И что мы что-то должны. Вегетарианцы не моя тема, но просто я Толе нравлюсь. Он меня зовет на все дебаты. Видимо, когда я прихожу, люди хорошо донатят, по крайней мере. У меня есть группа хейтеров, которые смотрят Толю. Они донатят против меня. Поэтому Илья будет, в кавычках, выиграть несложно. Я к тому, что Толе я нравлюсь, но у меня нет какой-то четкой негативной позиции к веганству. То есть, я понимаю, что глобально, конечно, это противоестественная вещь. Но я убежден, что человек вправе заниматься чем угодно, пока он никому ничего не навязывает. А вот именно позиция, что кто-то что-то должен, это проблемная позиция. Потому что никто никому ничего не должен. Право определять свою систему питания у каждого есть своя. Например, веганство не очень проблемно сочетается, например, с кашерутом, с еврейской системой питания. Ну, я не считаю, что все евреи обязаны питаться только по кашеруту. Нет, не обязаны. Также вопрос веганства. Каждый должен выбирать сам. Я бы предпочел, конечно, сфокусироваться на вопросах этики. Потому что глобально все веганство выходит из вопросов этики. Из вопросов отношения к животным. Что правильно, что неправильно. Мы можем, конечно, уйти в диетологию, уйти в все эти вещи. Уйти в научные различные исследования. Я сегодня почитал парочку из них. Они зачастую друг друга опровергают. Как мы уже выяснили на предыдущих дебатах с господином Огурцовым, статистика может противоречить друг другу и ссылаться на нее абсолютно бесполезно. Потому что это такая мифическая вещь. Особенно, когда мы не выводим эту статистику на экран, а просто озвучиваем. Поэтому я бы не хотел сейчас уходить в обмен стандарными, каких витаминов не хватает у веганов или, наоборот, чего им больше хватает. Я бы в основном хотел поговорить про этику этого процесса и про то, почему в веганском сообществе есть такая нетерпимость, именно нетерпимость к невеганам. К невеганам. А она есть. Это то, что мы можем наблюдать. То, с чем очень многие сталкивались. И тому подобное. Известный анекдот. Как узнать, что человек веган, не как он сам тебе скажет. Причем, скорее всего, при первом же знакомстве. То есть, есть некая попытка навязать свои взгляды другим, свою культуру питания. Что довольно странно и напоминает, конечно, религиозную секту. Вот начнем в вопросах этики. И на них я хочу сфокусироваться. Спасибо. Так, хорошо. О, досрочно, причем ровно с теми же цифрами получилось. Значит, следующим этапом будет полемическая фаза. Прежде чем мы перейдем к полемической фазе, надо две вещи сделать. Во-первых, я зачитаю то, что написали зрители. Интерменш, 100 рублей. Привет. Подскажи, пожалуйста, что у тебя за надпись на наушниках самих. Вроде, чтобы такое было. Спасибо. Сейчас прям проверю. Нет никакой надписи. Спасибо за 100 рублей. Асанов Владимир, 100 рублей за Карагина. Внес. Значит, зачитал. А во-вторых, надо бы... Я сейчас проясню, наверное, позицию участников. То есть, значит, Андатра указал, что... Как бы его позиция была в том, что веганство, оно следует из тех моральных предпосылок, которых уже придерживаются люди в своем большинстве. Да, то есть, что нельзя просто так причинять боль, там, например, другим людям или живым организмам и так далее, что это аморально. То есть, там, в принципе, был тейк, значит, с которым можно было поспорить. Вот. Но, в принципе, и у Карагина, как бы, тоже было несколько контртейков, как бы, там, добавлено. Но не к этому, не к этому тезису. Вот. Так что, в принципе, вы можете обсудить это. Вы можете обсудить то, что, значит, Александр вбросил про, значит, противоестественность, про неудобоваримость для религиозных диет всяких и так далее. То есть, вот я вам, значит, набросил сейчас на вентилятор. Чисто, чтобы дискуссия не ушла в сторону от тейков, которые были, значит, привнесены в самом начале. Ну что, приступаем к полемической фазе. Так, ну, во-первых, прозвучало такое словосочетание, как система питания. Я должен сразу сказать, что верно оппонент заметил, что веганство это все-таки не система питания. Это скорее практика. Причем практика, к которой можно приходить из-за совершенно разных аксиоматических каких-то посылок. То есть, ну, если человек отказывается от потребления продуктов животного происхождения, то есть мясо, молоко, яйца, мед и продукты животного происхождения не только пищевые, то есть такие, как шерсть, кожа, мех и все остальное, развлечения с животными, то человек уже веган. Он может отказываться от этих вещей по разным причинам. Например, он может быть уверен, что все это – это удел каких-то там низших людей, и поэтому отказываться от этого, и он будет веганом. С другой стороны, он может быть уверен, что все это вредит животным. И, например, по этой причине отказываться от всего того, что я выше перечислил. И тот и тот будет веганом. То есть нельзя сказать, что веганство – это какая-то идеология, веганство – это скорее практика. Но это чисто такая помарочка. Далее прозвучали также слова о том, что статистика бесполезна, но проблема в том, что буквально не существует ни одной крупной организации на крупной масштабах страны какой-нибудь, которая говорила бы о том, что полноценное веганство – неполноценное. То есть, естественно, есть куча организаций, ну, как, например, наш Минздрав, которые просто не проводили соответствующие исследования. При этом есть куча организаций, которые проводили, например, Американская ассоциация диетологов, например, Ассоциация, по-моему, диетологов Канады. В общем, здесь крупный список, если он нужен, я могу его предоставить. Но смысл в том, что ни одна из этих организаций, подмечу, что не будучи провеганской, не будучи организацией, пропагандирующей веганство, признает, что правильно спланированное веганство представляет собой вариант полноценного питания для человека, причем на любом этапе жизнедеятельности. Я должен здесь сказать сразу еще о том, что я не отстаиваю позицию о том, что веганство лучше, о том, что веганство делает нас сверхлюдьми и тому подобное. Веганское питание, я говорю именно о питании, это просто вариант полноценного питания человека. Так, что у нас здесь еще прозвучало? Прозвучало насчет должен, но здесь Анатолий пояснил, потому что я не говорил, что кто-то что-то должен. Потому что я так сказал, я говорил, что люди должны что-то сделать, потому что именно переход на веганство способен устранить неразрешимое противоречие между должным и сущим, то есть между тем, что они делают, и тем, что они декларируют, то есть аксиоматическими, этическими установками, которые они сами признают, и делами, практиками, которых они придерживаются. Далее была фраза такая шутливая про то, что никак не нужно говорить, никак не нужно узнавать о том, что человек веган, потому что он сам себе скажет. Ну, наверное, уважаемый оппонент просто никогда не пробовал, я не прошу переходить на веганство, я прошу как-нибудь попробовать прийти в компанию и сказать, наврать, что вот с этого момента ты веган. И посмотреть, какая будет на эту реакцию окружающих. Я думаю, ну, будет что вспомнить. Если уважаемый оппонент думает, что веганы подвергаются меньшему давлению со стороны окружающих, чем не веганы, то это, ну, большое заблуждение. Последнее, о чем здесь шла речь, это почему такая нетерпимость прозвучала в сравнении с религиозной сектой. Ну, во-первых, я должен сказать, что основные критерии религиозной секты – это иерархия, это, что у нас там еще, иерархия, обман при вербовке адептов, стремление к контролю за всеми сферами жизни оппонентов, ну и некоторые другие. По крайней мере, какая-то единая идеология. Повторюсь, у веганов единой идеологии нету, поэтому говорить здесь о какой-то религиозной секте достаточно странно. Почему же такая нетерпимость? Такая нетерпимость обусловлена тем, что веганы, будучи людьми, которые считают, что убивать животных не следует, не очень хорошо относятся к убийству животных. То есть, в принципе, можно говорить о том, что нетерпимость не по отношению к людям, но по отношению к их действиям. Можно ли упрекать веганов в том, что они нетерпимо относятся к убийству животных, которого легко можно избежать? Ну, наверное, можно. Так уж ли это плохо, не знаю. У меня все. Да, я просто предлагаю Илье не комментировать каждое слово друг друга, иначе просто уже по опыту мы уйдем в мелочные диалоги и подсоединемся от основной темы. Я хочу сфокусироваться на нескольких основных вещах. Повторюсь, мы можем уйти в статистику. Подчеркиваю, плохая мысль. Я ошибаюсь, что нет каких-то исследований антивеганских. Например, «Иститут питания ран» писал очень много антивеганских заметок. Там тут Ильян выступал с этим, с антивеганской позицией. Есть всякие книги типа «Джордан Янгер», которая была сама веганка, у него довольно серьезные исследования есть о вреде веганства и так далее. Я просто считаю, что вмен с ссылками в условиях, когда мы сейчас не показываем их на экран, это довольно неправильная вещь и довольно пустая для диалога. Теперь я предлагаю сосредоточиться все-таки на двух основных позициях. Первое – это идеология веганства. И Илья здесь явно кривит душой, говоря, что веганство люди приходят по разным причинам. Ну, конечно, по-разному. Наверное, кто-то и правда считает себя сверхчеловеком, потому что не ест мясо. Так, у меня тут техническая проблема, я сейчас снова попробую подключиться. Так. Так, хорошо. Ну, я тогда пока на то, что есть, попробую пока сказать. Секунду, ну, если... Секунду, секунду. Собеседника нету куда-то. Сейчас он вернется. Так. Ну, что, зрители, пока там спрашивайте что-нибудь. Я пока нету одного из участников, хочу сказать, что... Я пока только загугл. Да, загугл. Я пока нет одного из участников, хочу сказать, что... Я отрицательно отношусь к антисемитизму. Антисемитский донат подникным Алистер Кроули не будет учтен в голосовании. Слова внесены в фильтр, и донаты смещены вниз экрана, поэтому больше аналогичной вещи сделать не получится. Олег, 100 рублей. Здравствуй, Толя. На днях Стаса и как просто был на Рабкоре, где тебя упоминали несколько раз. Думаю, что кто-то закажет это видео, но я только сейчас узнал, что после твоего знаменитого стрима со Стасом твоя аудитория начала заебывать родителей Стаса. Хочу сказать, что я горжусь быть в одном ряду с такой высокоморальной публикой. Я не в курсе про родителей Стаса, люди, которые этим занимаются. Это не моя аудитория по определению, потому что я их объявляю таковыми. У вас не получится на меня повесить рандомную хуйню из интернета, которую, скорее всего, Стас просто к тому же и выдумал. Кибер Юлин, 100 рублей. Категорически. Фалафель, это, конечно, хорошо, но Шакшука лучше. За Саш-Саш-Сашу по скриптам Илья. Да, прошлые дебаты ты, конечно, хорошо вел, но справедливости ради ты их выиграл из-за того, что в последний момент кто-то вкинул кучу бабла. Подозреваю, что это был твой старый знакомый Михаил. Я не могу это зачитать. Спасибо за 100 рублей. Но я внесу, пожалуй. Да, я с вами, друзья. У меня сумасшедший дом продолжается, мне могут в последний эфире заранее звонить. Скажешь, приятно, да. Да, извиняюсь. Мы продолжаем, мы в эфире, Анатолий. Да, правильно? Да, таким образом, по поводу мотивации быть веган, основная мотивация 99% это то, что нельзя убивать животных, якобы. Нельзя причинять им какое-то физическое страдание и так далее. Насколько можно или нельзя это делать, в принципе, насчет этого я и хочу поговорить. Это и правда интересный вопрос, и это как бы их мотивация. И это их мотивация. И когда мы говорим про религиозную секту, и здесь тоже я хочу на это обратить внимание, то тут тоже оппонент явно убирает основной признак религиозной секты. Главный признак религиозной секты это фанатичное следование некой агрессивной тоталитарной идеологии. Я не хочу говорить за всех веганов, но мейнстрим веганского движения это очень, скажем так, очень нетерпимые люди, которые, в принципе, отрицают право других людей мыслить иначе. Я сейчас не говорю за оппонента, пока он себя так не проявил, пока, по крайней мере. Обычно они отрицают право людей мыслить иначе, чем они. И вот Илья сказал, что мне надо прийти в компанию какую-то и сказать, что я веган. Я был в веганской компании, у меня есть друзья веганы. Да, я занимался, у меня был хороший товарищ, партнер по спорту веган, да. И везде, за редким исключением, ситуация практически всегда одна. И человек говорит, что он веган в компании, ну, максимум кто-то может посмеяться, и то. Но я не одобряю подобного не потому, что мы сейчас на Твиче, а потому что, ну, правда, я считаю, что человек может выбирать любую диету, да, любую систему, практику питания, назовите, как хотите. Это не проблема. Но когда я оказываюсь в веганской компании, а я оказывался в веганской компании, там, в каком-то специальном даже веганском ресторане, да, отношение к людям, то есть, ну, я не представляю, что там, вот я сижу, да, веду какую-то лекцию, да, сижу с своими коллегами и так далее, с другими, там, общественными деятелями и тому подобное, и мы обсуждаем, вот эти травоеды поганые, вот эти веганы, вот они, суки. То есть, я не представляю такого дискурса в обычной среде. Я сидел в веганской компании, люди не знали, что я, как они говорили, как там выражались, ебаный мясоед, вот, они не знали этого. Я такого наслушался, я такого уровня нетерпимости, как бы, ну, нетерпимости к чужим, в принципе, наверное, не видел ни в одном сообществе, хотя бы был в очень разных сообществах, ну, очень разных, именно потому что мы на Твиче, не хочу их все перечислять, то есть я сталкивался с разными людьми. Еще раз, вполне допускаю, что вот конкретно Илья, он вообще милый и пушистый, и прекрасный, но тот личный мой бэкграунд, он мне вообще не понравился, и то, что я, то, что мы читаем о веганах, когда мы читаем их различные какие-то посты веганов и так далее, ну, там прямо скользит нетерпимость, и, наверное, в завершение я хочу рассказать о девушке вегане, которая, которая когда-то, она участвовала в некоторых, там, еврейских программах, вот. Вот, она, сказать, с Водосом стала в какой-то момент веганом, она всегда была в таких левых взглядах, и она публикует сейчас замечательные посты, суть этих постов в следующем, то есть, ну, девушка, там, не знаю, она, может, меня чуть младше, 30 с копейками, вот у нее есть дочка и у нее есть кошка, полкошка, так вот, дочке где-то 4 или 5 лет, и она веганка, конечно, это ее особенное решение, она просто все время делает посты про эту, про себя, про эту дочь, как они счастливы, как эта дочь одобряет, вот, то, что они веганы, как она все время говорит, а как люди могут есть мясо, а как люди могут есть яйца, ой, посмотри, там, типа, дядя прошел в кожаных ботинках, вот, дядя убийца, ну, такая херня, да, и это, конечно, мысли самого ребенка, ну, потому что, ну, мы же все были с такими мыслями в 5 лет, мы же это помним, вот, но самое забавное, что у нее и кошка веган, то есть кошка там не ест kitty cat, то, что там что-то не то содержится, то есть, а тоже кошка, тоже веган, и она там прям показывает эту кошку, ну, на кошку прямо больно смотреть, то есть, в принципе, наверное, в этот момент, по идее, должна быть забавная такая, забавный когнитивный диссонанс, поскольку защищает животных, она по факту издевается над животным, вот, ну, вот, вот, как бы, то есть, и когда я, там, не знаю, пытаюсь как-то ей что-то объяснить и сказать, ну, окей, это твой выбор, ты можешь выбирать все, что хочешь, ну, как бы, с ребенком, мягко говоря, спорно, причем я понимаю, что она ее мама, и поэтому, конечно, он за нее отвечает, как бы, но все равно это уже спорно, ну, с кошкой, ну, с кошкой, блядь, окей, окей, человек, конечно, не слышит это и не готов воспринимать, увы, вот, да, хотел бы послушать, вот, как бы, именно по идеологическим моментам комментарии оппонента. Хорошо, ну, я кратенько пройдусь, в принципе, хотел все-таки не оставлять без внимания то, что было сказано, все, ну, вот, насчет Максиум может посмеяться, но это просто не, ну, отсутствие опыта. Я как человек, который был, как бы, и не веганом, и долгое время являюсь веганом, и как человек, который уже лет 10 или больше читает постоянно то, что происходит в веганских сообществах, в которых, ну, большая часть контента – это то, как люди, особенно начинающие веганы, жалуются на то, что с ними происходит, на то, какому они давлению подвергаются и тому подобное. Я могу сказать, что это просто отсутствие опыта. Давление, которым подвергаются веганы, оно непропорционально значительно больше, чем давление, которому подвергаются невеганы, хотя бы из-за количества невеганов вокруг. Я даже, пожалуй, готов согласиться, что если взять, ну, в процентном соотношении, наверное, среди веганов побольше будет неадекватов. Но проблема в том, что в абсолютном соотношении невеган просто многократно больше, из-за этого среди них в абсолютном соотношении неадекватов больше. И все эти неадекваты концентрируются на малом количестве веганов. Это раз. Два, ну, я тоже большой противник того, чтобы такие живые дискуссии превращались в обмен с ссылками, но по рам, это что-то как-то вообще, в институт питания, это странно, потому что я что-то не смог нагуглить. Ну да ладно. Существуют ли анекдотические... Загуглите тут Ильяна просто, да, интересно. Хорошо. Ильяна... Ну ладно. Существуют ли анекдотические примеры, я не говорю о слове анекдот, какая веселая история, я говорю о слове анекдотический пример, то есть частный пример. Книг бывших веганов и тому подобное, каких-то частных исследований, да, конечно, существует и в ту и другую сторону. Проблема в том, что не существует ни одного положения крупной медицинской организации, уровня, например, ВОЗ, которая, кстати, не публиковала никакого исследования, но в официальном Твиттере ВОЗ ни один раз говорилось о том, что они считают правильно спланированное веганство полноценным. Ни одной подобной организации нет, которая занимала бы последовательную позицию о том, что правильно спланированное веганство неполноценно. Это ладно. Далее по сектам. Просто тоталитарная секта – это такая моя небольшая область сверхинтереса, поэтому очень странно видеть такой довод. Здесь прозвучали слова о том, что главный критерий тоталитарной секты – это фанатичное следование тоталитарной идеологии. Проблема в том, что тоталитарная идеология определяется прежде всего иерархией и организацией. У веганов нет иерархии, нет организации. То есть веганство не объединено в какую-то одну конкретную структуру. Поэтому говорить, даже если мы примем за аксиому то, что основной критерий тоталитарной секты – это следование тоталитарной идеологии, у веганства этого просто нет. Так, далее. Насчет того, что 99% исходит из того, что нельзя убивать животных. Да, безусловно, нельзя убивать животных. Проблема в том, что к этой нормативной посылке можно прийти из немного разными дескриптивными путями. Кто-то приходит из утилитаристских соображений, кто-то приходит из религиозных соображений, кто-то приходит из каких-то там своих синтезированных, может быть, из разных каких-то философских школ или интуитивных каких-то воспринятых утверждений. То есть, естественно, веганство – это про то, что нельзя убивать животных. Единое ли соображение всех веганов приводит к этому утверждению? Нет. Его просто не существует. Ну и далее здесь шла речь о какой-то девушке, которая нехорошая такая, кошку заморила голодом. Не знаю, что-то вот всех кошек, которые сидят на веганском корме полноценном, которых я видел, выглядит абсолютно нормально. Особенно смешно, что прозвучали еще слова о китикете и вискосе. Проблема в том, что полноценный веганский корм, произведенный как раз для этой цели, он явно не хуже, чем китикета и вискос, потому что это такая дрянь, что прямо совсем этот корм подходит, разве что, я не знаю, для каких-нибудь уличных кошек, которые помимо корма еще подъедают птиц, грызунов и тому подобное. Насчет детей, я просто ссылаюсь, опять же, на мнение всех крупных медицинских и диетологических организаций, которые я видел. Правильно спланированное веганство ничем не хуже и не лучше, повторюсь, чем правильно спланированное невеганство. Естественно, питанию нужно уделять какое-то внимание. Естественно, особенно при переходе с невеганского питания на веганское, для этого нужно немножко включить соображалку и немножко потрудиться. Потому что у нас нет интуитивных, я использую слово интуитивный, не как что-то эзотерическое, а как основанное на предыдущем опыте, без осмысления конкретного, интуитивных навыков построения для себя полноценного рациона. Вот, наверное, все, вроде бы про все я поговорил. Да, но мы все-таки пошли комментариями на комментарии, практически начали писать веганское, антивеганское, антивеганское талмуд. Может, с талмудом по этому принципу идет. Я немножко пропаганды не читаю, я ее пишу. Да-да-да-да, не, я как-то в анекдотах про Чукча, да, я Чукча не читаю, Чукча писатель. Смотрите, ну, я готов так продолжать, просто мы сейчас не обсудим тогда основных моментов. Давайте я прокомментирую, я вброшу какие-то моменты, предлагаю, как бы, я прям сделал какие-то тейки. Смотрите, если вы хотите, чтобы я не комментировал какие-то... Не-не-не, да-да, я хочу от вас это потом услышать, потому что мы так будем очень долго. Ну, я могу, то есть, я могу все то, что вы сказали, тоже прокомментировать. То есть, я не считаю, что среди веганов в абсолютном числе больше неадекватов, чем не веганов. Я этого и не говорил. Я говорил, что само веганство, как нездоровая культура, как нездоровая идеология, приводит к большому количеству неадекватов. И вы это сами подтвердили, что в процентном количестве их больше, чем среди, не веган. Это то, что я и говорил. У меня же проблема не с людьми. У меня проблема, прежде всего, с идеологией. Понятно, что эта идеология зачастую привлекает в себя каких-то ненормативных проблемных людей. Теперь по поводу исследований. Опять же, мы можем кидаться ссылками, пустое занятие. Но просто надо понимать, что, естественно, нет каких-то крупных организаций, которые говорят, что веганство неприемлемо. Потому что, сказать, что оно неприемлемо, нет такого утверждения. То есть, такой тейк, собственно, и никто и не заявляет. Это выбор человека. Окей. Сейчас в конце специально, чтобы как-то нам обострить, скажу проблемы веганства, которые и ВОЗ, и так далее обозначают. Но при этом запрещать кому-то веганство, а с чего его запрещать? Ну, конечно, его запрещать не будут. По поводу тоталитарных сект, тоже как-то так уж получилось, что в силу образования, представляю, о чем речь. И суть тоталитарной секты, конечно же, не в иерархии. То есть иерархия, вы верно говорите, что иерархия часто сопровождает, если вы это можете иметь в виду, тоталитарную секту. Но сама тоталитарная секта зачастую возникает вокруг самой тоталитарной идеологии какой-то человека ненавистнической. Иерархия – это следующий момент. Она может от нее возникать очень долго. Может быть какая-то идея, которая абсолютно какие-то радикальные формы той или иной религии. И эта идея может не обретать какую-то организационную форму долгое время. При этом быть среди людей, провоцировать максимальную нетолерантность, нетерпимость. Потом возникает на каком-то этапе обычная какая-то иерархическая структура. То есть не значит, что это сразу должно возникнуть. Какие-то, не знаю, радикальные формы ислама долгое время существовали, без каких-то... были большие промежутки времени, когда они существовали, без каких-то иерархических структур. Они просто существовали, были отдельные какие-то группы и так далее. Потом оно может объединяться. Ну и, наверное, я не помню, что в конце сказал Илья. Про девочку, про кошку. Про девочку, не смысл это все комментировать. Мы просто пустой уходим, потому что я рассказал некий фидбук личный. Я понимаю, что у Ильи, наверное, другие фидбукы. То есть я тоже самое рассказал про фидбук личный в части нахождения веганской компании. Кстати, это мои товарищи. То есть я их знаю. Вот, хорошо знаю, я хорошо к ним отношусь. И мой этот фидбук, я его не предлагаю распространять на всех. Но в чем суть? Потому что нетерпимость к невеганству среди веганов намного больше, чем наоборот. Чем обратная сторона, да? Чем нетерпимость к веганам среди невеганов. Вот в чем как бы был изначальный тейк. А так понятно, что поскольку невеганов больше, то среди нас и неадекватов больше. Но суть-то не в этом. Суть в том, что сама веганская идеология, она таким образом проблемная. И она привлекает в себя проблемных людей. А может быть, из некоторых людей делает проблемных. Это тоже хороший как раз дискуссионный вопрос. О чем я предлагаю поговорить? Во-первых, все-таки о животных. Давайте поговорим о животных. Все-таки можно их убивать, нельзя. Почему вы считаете, что нельзя? Какие у вас мотивации по этому поводу? И второе, наверное, и это не аргумент к тому, что веганство надо запретить. Нет. Но это аргумент к тому, что если человек становится веганом, то он должен понимать, что это, конечно же, все-таки риски. А именно, как вы оцениваете то, что веганам не хватает кальция, не хватает B12. Это довольно известные вещи. То есть, как вы оцениваете сам фактор нехватки? Я понимаю, как вы оцениваете, что можно возместить там БАДами, биодобавками. Как вы оцениваете, что люди, которые становятся веганами, зачастую этого всего не знают? Их никто об этом не просвещает? Ну и многие просто как бы портят себе здоровье. О чем и многие книги написаны. То есть, просто есть огромная, на мой взгляд, такая огромная лицемерие, когда есть некоторые пропагандисты, пропагандоны, я бы даже сказал, не обижайтесь, от веганов, которые говорят следующее, что типа веганство это тоже самое, что не веганство, просто такая более этическая, к этическому моменту тоже вопросы, более такое этическое питание. И можно просто стать веганом. Не упоминая того, что нет, это не то же самое, это не просто диета. Это не просто, вам будут не хватать каких-то конкретных вещей, каких-то витаминов, чего-то будет не хватать, и вам надо будет это восполнять БАДами, биодобавками. Почему об этом на входе людям зачастую не говорят? Почему нет такой нормальной, адекватной работы? Почему это пытаются продать под соусом, типа вступайте в нашу партию, и все будет хорошо? Вот я предлагаю вот про это все поговорить, то есть про, вот последний вопрос, про просвещение людей и про этику в отношении животных. Может, тогда на одном пока сконцентрируемся? Я думаю, тот, что про нехватающее количество, он просто проще, и с ним проще будет закончиться, поэтому я предлагаю начать с него. Ну, во-первых, были перечислены, ну, не совсем те вещества, которые следовало перечислять, например, с кальцием никаких проблем у веганг нет, потому что если посмотреть на продукты, содержащие кальций, даже просто тупо забить в Википедию, например, кальций содержания в продуктах, ну, там будет, если не в первых местах, то в практически первых очень большое количество растительных продуктов. есть несколько камней преткновений в веганской диете. Во-первых, это В12, во-вторых, это витамин D. Проблема в том, что витамин D, вот, кстати, как думаете, у какого количества людей в России в процентном соотношении наблюдается дефицит витамина D вне зависимости от того, вегана они или не вегану, по данным Минздрава нужно? Это вопрос мне, я так понимаю? Ну, просто вот умозрительный. Ну, я послушаю вашу версию, поэтому продолжайте. Версия не моя, версия Минздравовская. Порядка 80%. Порядка 80%. То есть проблема в том, что... Я вас не слышу, 80% кто еще повторит? Порядка 80% людей в России, вне зависимости от того, веганы они или не веганы, испытывают дефицит витамина D в данный момент, по данным нашего Минздрава. То есть дело в том, что это нагляднейший показатель того, что любое питание, вне зависимости от того, веганское оно или не веганское, требует к себе внимания. Очень хорошая идея для любого человека, вне зависимости от того, веган он или не веган, это следить за своим питанием. Переходя на веганство, не заметить в веганской пропаганде слов о том, что нужно более внимательно относиться к своему питанию, по крайней мере, на первых этапах, и, в принципе, прикладывать какие-то усилия для того, чтобы сбалансировать свой рацион, я не знаю, как можно этого не заметить. Наш паблик занимается этим постоянно. Другие паблики, ну, это какие-нибудь, может быть, эзотерики только, которые, я не знаю, предлагают переходить на хлеб и воду или на солнечную энергию. Они, может быть, могут сказать, что веганство – это просто, когда ты ешь, ты ел всё с мясом, теперь ты убираешь мясо и просто ешь то же самое, убрав мясо. Естественно, в таком случае у нас возник дефицит, как минимум, калорийности. Потому что если у нас была нормальная калорийность, ну, вне зависимости от того, какой кусок из неё убираем, это будет дефицит на питание. Ну, то есть разговор о том, что веганы не пропагандируют внимание к своему рациону – это достаточно странно. Разговор о том, что витаминная поддержка нужна только веганам – это тоже достаточно странно. По тому же витамину D покрыть потребность витамина D при помощи продуктов питания возможно только при употреблении очень узкого списка продуктов, потому что в основном в животной пище этого витамина следовое количество. Основной продукт, по-моему, это рыба, причём рыба свежевыловленная, не фермерская, не сетевая, вот именно которая морская. Есть её надо в каких-то конкретных количествах каждый день. Именно поэтому у людей в России, которые всё-таки, ну, пореже, наверное, чем в некоторых других странах, могут позволить себе находиться на солнце и синтезировать этот витамин естественным образом, у них очень часто возникают проблемы. То же самое, кстати, в этом отчёте Минздрава по витаминам. По-моему, можно забить в Google, как же там оно называется, дефицит витаминов среди жителей России или вот что-то вроде того. В общем, хватает всех витаминов в России только примерно 14 или 16%. Хорошей ли идеей будет для всех людей, веганов или не веганов, следить за своим питанием? Да, безусловно, хорошей. Единственный витамин, который нужно принимать в любом случае веганам, в видеосуплементации, это B12. Никаких проблем с этим нет. Покупается на Хербе за 800 рублей пшикалка, этой пшикалки хватает где-то на полгода. Абсолютно никаких проблем с этим нет. Один раз в день пшикаем, и всё. Так, 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 так. Ну, в принципе, я так понимаю, что на основное я ответил. Если я что-то забыл, то ещё вопросы. Да, ну я, собственно, просто хочу прокомментировать, а поэтому тут переключал. Ну, ещё раз, вы просто приводите результаты исследований. Ну вот у нас есть исследование Epic Oxford, которое я загуглил, да. То веганам выявлен 30-процентный более высокий риск переломов в связи с низким употреблением кальция. Таким образом, им не хватает кальция. Да, вы говорите, что нет такой проблемы. Ну вот исследование. Если же мы так начинаем, я подчёркиваю, я этого не хотел. Да, и вот тут как раз они пишут о том, что... Я, по-моему, в прошлом своём теке сказал, что давайте не будем этого делать и не стал этого делать. Да, да, я... Не, не, вы ставите. Вы сейчас как раз вот прямо сейчас ослали исследование. Да, вот как-то так. К другому вопросу. То есть, таким образом, да, кальция не хватает. И вот есть Прусь. Теперь по поводу пропаганды. Вопрос... Так, я сейчас включу камеру. Да, вопрос, опять же, личное восприятие. Не знаю вашей деятельности лично. Не знаком с ней. Но вот знаком как бы с различными веганскими такими группами. В том числе крупными веганскими сообществами в соцсетях. Не люблю там... Я могу... Я просто не хочу ещё раз камеру... Какой-то есть большая группа, будь веганом или что-то такое, ВКонтакте. Ну, там 60 или там 50 или 60 тысяч человек человек. Да, есть какая-то есть большая группа, есть сообщество веганов в Фейсбуке. Ну, в социальных сетях. Так, у меня... Я их знаю почему, потому что у меня там товарищи состоятся. Так бы я их не знал. Теперь... И когда я заглядываю туда, ну... Там, в принципе, посты на уровне... То есть, ну, уровень посылок примерно как феминистские группы. То есть, да, то есть, там, типа, это круто, там, нельзя быть веганом, да, там, круто быть феминистом, а тут только круто быть веганом. Нигде про то, что ребята принимаете B12, нет. Ну... И что, вы можете сказать, что я этого просто не увидел. И это, наверное, аргумент даже, да? Да, да. Вполне возможно, но, окей, вот я юный, юный неофиц, да, хочу обратиться в вашу веру, как бы. Вот я захожу, я прям прелистал. Но этого нету. Но этого нету. Давайте я договорю, да? А это, согласитесь, прям вот основное, да? То есть, ну, если, там, это как, не знаю, если человек собирается ехать в Израиль, первым делом ему надо сказать, там, что ему там надо... Где ему получить паспорт, там, не знаю, что его призвут в армию. Вообще, в Израиле иногда идет война, там, жарко. Ну, какие-то основные вещи, да, которые надо сказать про страну. Я сравниваю с тем, что просто мне близко и понятно. Вот. Так же, как я понимаю, в случае с веганством, да, ну, конечно, надо сразу говорить, что есть витамин, которого не хватает, без которого, насколько я помню, без В-12 высок риск психических заболеваний и тому подобное, там, есть, с этим проблем может возникать. И об этом надо прямо сразу говорить, прям, ну, вот я бы прямо закрепил бы на это, на вывеске сообщества, да, знаете, закрыли прям поставил бы. Теперь про витамин D. Аргумент, который вы сказали, он мне, например, примерно следующий. То есть, типа, ну, у всех же есть проблемы с витамином D. Да, у всех есть проблемы с D. Это, как бы, ну, бывают у многих, согласен, но у веганов в особенности. У веганам в особенности, как бы. То есть, многим его не хватает, а веганам еще больше не хватает. То есть, это аргумент из серии, что там, я не знаю, вот, давайте ходить, не знаю, по... ходить ночью, невооруженные, вообще, как бы, не знаю, без каких-то средств самозащиты, по опасным районам, поскольку, в принципе, всегда на вас могут напасть. Конечно, всегда на вас могут напасть, это правда. Но в определенных районах, да, в определенных местах могут напасть намного чаще и намного, с намного более худшим результатом. Вот, как бы, о чем речь. Ну, вот, в принципе, все, что я хотел прокомментировать, допускаю, что я с Илья, как бы, захочет развить эту тему. Если нет, то потом переходим на вопрос. Вы очень интересный пример привели с Израилем, в котором неплохо бы, при поездке в который, неплохо бы говорить о том, что там очень жарко и тому подобное. И потом вы сказали о том, что вы слова АБ-12 поместили бы прямо вот в закреп в любое абсолютно веганское сообщество. Проблема в том, что, когда я зашел на страницу сионистского движения «Шахар», я не увидел там никакого закрепа со словами, что в Израиле жарко и нужно побольше пить, ходить, например, там в теньке и тому подобное. Как вы можете это прокомментировать? Очень просто. Когда мы делали поездку «Таглит», вы можете, даже если вы хотите, вы сейчас можете загуглить все наши объявления про «Таглит». «Таглит» — это непосредственно поездка «Шахар», паблик, он не предлагает ехать в Израиль. Он знакомит, в принципе, с еврейской, больше идеей, больше даже с иудаизмом, с сионизмом как идеологией, а потом уже с Израилем непосредственно как страной, которая есть. Каждый раз, когда мы делаем рекламу поездки в Израиль, первое, что мы прямо говорим, первое, особенно она и происходит летом, это поездка, что надо пить, и мы прямо во всех объявлениях это стараемся указывать. Если не самообъявление, то обязательно об этом идут отдельные посты и так далее. Но это правда, Илья, то есть это очень важно. Я понимаю, да. Проблема в том, что если вы зайдете в сообщество и найдете, поищете там посты о планировании веганского рациона, вы без каких-либо проблем найдете там упоминание о том, чтобы 12D и по возможности омега-3 и 6 тоже необходимо суплементировать. Дело в том, что... Это прямо очевидные вещи, как бы. Поэтому, ну, я не предлагаю обмениваться бэкграундами, но просто, ну, если вы признаете, что это надо упоминать, как бы, то мне этого хватит. Вы не отвечаете за те группы, я понимаю. Просто я хотел на этом заострить внимание, вот такую галочку поставить. Я понимаю, что это надо упоминать, как, в общем-то, и исходя из того, что менее 1,5 части населения России полностью здоровы, полностью обеспечены всеми необходимыми веществами, это, исходя из этой логики, это нужно упоминать, собственно, везде. Да, но веган еще более-менее обеспечены. Окей. Я не думаю, что разница в какой-нибудь там 1% по сравнению с 80% вероятности заполучить риск витамина D это релевантно, во-первых. И, во-вторых, когда человек переходит на веганство, все-таки он пролистывает не 20 первых постов в веганских сообществах, а смотрит разные сообщества и смотрит, если он, конечно, человек адекватный, смотрит он на разные публикации. И не только в каких-то сообществах ВКонтакте. Он неизбежно находит там информацию о том, что витамин В12 и витамин D это два основных камня веганского рациона, и таким образом он информирован о том, что ему следует принимать витамин D. Я очень сильно сомневаюсь, что если мы возьмем выборку людей, которые не вовлечены в диетологию или в какие-то вот эти вот специализированные области, я имею в виду не веганов, а вообще любых абсолютно людей из любой области, ну, не веганской, что кто-то из них скажет о том, что у него 80% риск дефицита по витамину D в этом проблеме. То есть, ну, вообще, получается, переходя на веганство, мы сильно повышаем вероятность того, что мы будем информированы о том, что у нас может возникнуть риск витамина D. Таким образом, переход на веганство может не только затруднить формирование полноценного рациона, но и местами его облегчить. Так, а что у нас еще было на повестке дня? Мы прошлись по вот этим вот... Давайте я откомментирую, перейдем к этим, сколько у нас просто, да, мало будет сейчас времени. Конечно. Смотрите, я думаю, что вам надо прийти в синагогу, у вас талмудический ум, это хорошо, есть такое понятие, как талмудический способ мышления, он не всегда предусматривает логику, но он предусматривает возможность абсолютно, скажем так, порой переворачивания с ног на голову, что хорошо с точки зрения просто тренировки интеллекта. Вот, потому что, ну, как бы, ваш вывод, мягко говоря, очень спорен, мягко говоря, а если говорить в целом, там, не знаю, ну, что там, любой человек, который переходит на веганство, то он будет все досконально изучать, но это же, вы же понимаете, что это не так. Ну, то есть, откуда ведется это утверждение? Ну, с чего? Я не говорю. Нет. Ну, в иудаизме скорее да, потому что просто принять иудаизм – это долгий процесс, ты вынужден начать разбираться. А если мы говорим о неофитах, которые просто приходят в синагогу, то тут как раз никакой разницы нет. Человек приходит, он вообще может ничего не знать. Вот. В случае с веганством нет же пока, да, в того момента, что человек не может начать соблюдать веганство, сам по себе может. Я знаю, ну, вот, опять же, в той же компании, где я был, это личный пример, но, тем не менее, там, товарищ, он, да, он что-то читал, что, по-моему, вот он как раз мне говорил, то ли B12, то ли UD, ему не хватает, но, тем не менее, у него там не хватало денег, чтобы купить этот витамин. Он не покупал, потому что говорил, ну, типа, а нафига? Ну, типа, говорят, что он где-то слышал, что этого не хватает, но ему не вбили это в голову, и, как бы, ну, очень наивно думать, что люди, приходящие вот эти неофиты к этому, да, что они все вот такие подкованные грамм, понимающие, что надо изучать, понимающие, что надо углубляться, вот. И по поводу нехватки витамина, витамина D, во-первых, витамин D можно не только в рыбе получать, и он получается, там, например, в печени, из печени и каких-то еще органов коровы, или, да, да, говядины, да, по-моему, то есть там не только рыба, во-первых, и, в принципе, получить витамин D абсолютно реалистично. Теперь, те исследования, опять же, которые, я не хочу в это превращаться, да, но то, что я читал, да, и то, что вы можете почитать очень легко, да, в той Википедии, что нехватка витамина D в сравнении с остальными 80%, там разница не в 1%, то есть большинству не хватает витамина D, а веганам не хватает очень сильно витамина D, то есть, ну, это как бы, то есть, понимаете, это серьезная разница даже по отношению к тем, кому не хватает, то есть тем, кому просто не хватает, они, в принципе, с этим могут жить, А для веганов это может привести к проблемам со здоровьем. Это не повод говорить, что веганство ужасно, потому что можно этот витамин D, как мы с вами понимаем, получать, как бы, да, но, опять же, это повод, как бы, ну, не закрывать на это глаза и не говорить, что да, там, как бы, разница невелика, там, там, полпроцента и тому подобное, но это не так, вот. Это, в принципе, то, что я хотел сказать. Я предлагаю, у нас осталось мало времени, я прямо, вот, вопрос, который меня правда беспокоит и, как бы, мне интересен, потому что, мне кажется, здесь у нас не технический будет спор, а уже идеологический, и это интереснее. Можно одну помочь перед ним? Да, да, ну, пожалуйста, да, я продолжу, пожалуйста. Одно очень интересное наблюдение, смотрите, вы буквально некоторое время назад обвиняли веганство в том, что это тоталитарное сообщество, в том, что у нас есть какая-то тоталитарная идеология, которая стремится за контролем над адептами, и сейчас вы обвиняете нас, что мы недостаточно хорошо промываем мозги неофитом. А мне кажется, что это странно достаточно. Ну, это опять, я говорю, вам надо к нам в синагогу, Илья, прийти, это талмудическая логика, вот. Здесь нет никакого противоречия, вы сами прекрасно понимаете, тут нет никакого противоречия. Веганство, правда, тоталитарная вещь, ну, как многим тоталитарным, ну, я не про вас лично говорю, я говорю про общий вот этот веганский тренд, но, как и многим, как и многие тоталитарные вещи, они не очень заботятся просто о здоровье и благополучии своих членов, и не рассказывают о каких-то негативных сторонах, которые может привести их идеология. Вот и все. Теперь я предлагаю перейти к вопросу отношения к животным. Я бы хотел услышать ваш тейп, да, то есть почему, ну, наверное, это где-то, наверное, даже, ну, да, ваше понимание, почему там, почему веганство уместно в разрезе отношений к животным. Мы от этого будем писать. Я боюсь, что если я буду излагать именно свою концепцию, она будет, во-первых, не очень релевантна для всего сообщества веганского, во-вторых, она достаточно много времени займет для того, чтобы ее изложить. Тем не менее, ее изложить можно. Я бы хотел для начала попробовать изложить концепцию, ну, которой такой, без какой-то глубинной философской проработки, которой, в принципе, придерживается большинство веганов так или иначе. То есть тут все предельно просто. Животные, убивать животных без причины, это плохо. Ну, спросить у большинства, если спросить у большинства людей на улице или там в интернете, они согласятся с этим. Проблема в том, что, учитывая полноценность правильно спланированного веганства, получается то, что убийство животных ради их поедания – это убийство животных ради удовлетворения вкусовых привычек. Можно ли назвать удовлетворение вкусовой привычки достаточным основанием для того, чтобы убить животное? Я думаю, это достаточно проблемно. Это вот если говорить о такой, ну, суперпростой какой-то непроработанной логике, если не большинства веганов, то, по крайней мере, солидной их части. Если говорить о непосредственно моем каком-то взгляде здесь, я попробую максимально просто изложить, он исходит из такого околоутилитарного, ну, или, скорее, даже утилитарного соображения о том, что общество, в котором маргинализовано большое количество видов причинения вреда нечеловеческим, ну, и в том числе человеческим, разным категориям человеческих существ, оно более выгодно в том плане, что для самого субъекта, который живет в этом обществе, вероятность стать жертвой какого-то насилия, она уменьшается. И плюсом к этому я рассматриваю, ну, таким базисом для веганских соображений то, как у нас выражена эмпатия. Ну, под эмпатией я рассматриваю такое сочувствие без осмысления, то есть, ну, грубо говоря, если мы смотрим на то, что что-то плохое происходит с каким-то существом, насколько сильно мы будем ему сопереживать. Понятное дело, что мы сильнее всего будем сопереживать человеку, и вряд ли мы будем в той же степени сопереживать, например, таракану, когда увидим, что у него, у таракана отрывают ногу, и у человека отрывают ногу. Между тараканом и человеком есть некий такой континул, в котором вначале можно поставить людей, причем не просто людей, а людей близких, потом людей каких-то, может быть, для кого-то каких-то других расовых групп, для кого-то каких-то там приверженцев каких-то там других идеологий, я не знаю. Далее мы можем... Это, кстати, очень сходно, ну, немного пересекается с позицией, которую занимает Анатолий по абортам, о том, что есть вот этот вот континуум тоже, есть вот этот континуум такой эмпатии. Ну и дальше, дальше, дальше. Тут какие-то высшие животные, скорее всего, сюда можно поставить приматов, например, высших млекопитающих и так далее, 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 до каких-то там простейших. И таким образом, чем дальше от нас, чем дальше мы сдвигаем границу, в которой допустимо причинять вред, то есть чем больше вот это количество человеческих и нечеловеческих существ, которым в обществе допустимо причинять вред, тем больше вероятность того, что мы, как субъекты этого общества, тоже станем жертвами. Я исхожу в своих веганских убеждениях вот из такой вот позиции. Но, повторюсь, это не то чтобы мейнстримное какое-то мнение. В основном все-таки настолько как-то деконструировать свое убеждение люди не склонны, естественно. Окей, спасибо. Да, Илья, вы все? Да, я все, да, договорю. Смотрите, ну, во-первых, вот мне понравилось, это я отдельно хочу поговорить про личное ваше убеждение, поскольку они как раз представляют, на мой взгляд, интерес, ибо общевеганская позиция. Я сразу не скажу, на мой взгляд, она, ну, очевидно, неконструктивна. Почему? Ну, потому что весь наш предыдущий разговор мы поняли, из него мы поняли, что само веганство, оно неестественно, потому что оно не позволяет получать полный набор, полный рацион питания, да, то есть это не вопрос только вкусовых предпочтений. Это вопрос того, что вы реально не получаете всего, да, ну, вот по факту. И таким образом говорить о том, что речь только о вкусовых предпочтениях, конечно, нельзя. И что вот там люди едят животные только из-за того, чтобы разнообразить свой рацион. Нет, это не так. Теперь, я готов согласиться, что многие считают нормальным, как бы, и правильным для есть мясо, просто потому что им нравится вкус мяса. Это правда. Это абсолютно верно. Это никак не делает, скажем так, потребление мяса чем-то неестественным, а веганство естественным. То есть вкусовой фактор, он просто является неким дополнительным. Просто дополнение и естественное нормальное дополнение. Это некий, как бы, такой бонус, который нам дает природа за правильное питание. Ребята, вы правильно питаете. Это как оргазм секса. Вы размножаетесь, вам приятно. Вы правильно питаетесь, вам вкусно. Что я еще хочу здесь сказать про убийство животных? Я, кстати, считаю очевидной вещью, что, конечно же, просто так убивать животных нехорошо. Но никто их не убивает просто так. Человек не является травоядным, не является хистингом. У него есть некий вот этот рацион питания. Этот рацион питания, он естественный. То есть животные поедают друг друга. Человек тоже животное. Он тоже часть этой пищевой цепочки. Естественная часть. Я, кстати, не могу сказать, что он всегда на вершине этой пищевой цепочки. Потому что это не так. То, что при регулярных условиях животные съедают человека, как мы понимаем. То есть просто он участник этой пищевой цепочки. И, по-моему, чему-то никого не возмущает, что там, не знаю, лев загрыз антилопу. Ну, давайте запретим львам есть антилопу. Из такой логики тогда. Почему мы говорим только про человека? Потому что с человеком больше спрос. Ну, как бы, а страдание антилопы, вы считаете, когда ее съедает лев, она меньше страдает, чем когда ее стреляет человек. Я вам скажу, по секрету, больше, наоборот. Но довольно, опять же, есть очень много в этом плане, очень крутых, на мой взгляд, каналов в Телеграме. Потому что большие других площадок это все банится. Которые показывают натуральную природу. И, в основном, в чем там суть? Они показывают, как какое-то животное охотится за другим животным и съедает его. Или вообще там какие-то, не знаю, показывают какие-то схватки животных и так далее. Как это происходит? Есть парадоксальный момент. Я, знаете, я показал видео с этого канала моим друзьям. Они не которые веганы, а которые просто, да, такие сомневающиеся. И они были в шоке. А знаете, от чего они были в шоке? Они были в шоке от того, насколько мучительная смерть у животного от лап другого животного. Ну, не надо, я думаю, пояснять, что все эти животные, они съедают своих жертв живьем. То есть, там, не знаю, половина видео, это как, не знаю, какая-нибудь там кошечка, там, медведь такой белый, который мы представляем, какой белый мишка. Он нихуя не белый мишка. Это просто, ну, это кровавый убийца. У него все, все вот эта морда в крови. И он медленно из своей жертвы, там, из какой-нибудь, я не знаю, там, тюлени, не важно, кого, вытаскивает кишки и переживает. А тюлен все время живой. И он там дергается. И так часами может происходить. Он часами его поедает. И более того, они стараются там сразу не убивать, чтобы мясо не начиналось. Если особенно это южный, ну, где-то в джунгле происходит там, южный край, чтобы мясо не портилось. То есть, они стараются как бы поедать с жильем тут еще и к этому моменту, чтобы мясо сохранялось. То есть, это мучительнейшая смерть. Абсолютно несравнимая ситуация, особенно в нынешнем мире, когда человек убивает животного на каких-то фермах и так далее. То есть, это просто несравнимо. Поэтому сам факт, что животные поедают друг друга, а мы животное, человек животное, это абсолютно норма. Претензии можно обратить, наверное, к создателю, к природе, кто во что верит. Но это просто норма. Теперь про взгляды оппонента. Мне кажется, они интересные. Я бы даже согласился с этой пирамидой эмпатии, если не учитывать одного момента, что вот эта пирамида эмпатии в какой-то момент она как бы рвется. То есть, в тот момент, когда вы сдвигли... То, о чем говорит Илья, он как бы предлагает сдвигать вот этих, как сказать, вот этих крайних, да, сдвигать. Что-что? Я не слышал. Окно овертона, говорю, сдвигать. Да, да, окно овертона, да. Вот, сдвигать это все дело. И в какой-то момент, когда ты там уже, не знаю, дрочишь на жизнь тараката, ты точно не убьешь человека. Вот это такая нехитрая мысль. Но просто в реальности оно так не работает. В реальности оно так не работает. Наверное, здесь есть какие-то психологические факторы. Основной, наверное, психологический фактор, что вот эту всю пирамиду мы не можем удержать в себе. То есть мы не можем одинаково, или даже не одинаково, мы не можем вот этой эмпатии поглотить все. Ну вот эту все огромную... Мы не способны на это. Просто не способны. И, наверное, это тоже проявление нашей природы. И поэтому, ну, по факту мы видим следующее, что люди, которые безумно любят животных, обычно не очень любят людей. Да, вот, ну, я думаю, многие сталкивались с какими-то соседками, у которых там восемь кошек. И мы уже понимаем, что там нельзя... А когда она видит соседского мальчугана, который там просто бегает там по двору, она, наверное, начинает там истошно орать, какой-то негатив испытывать, какую-то агрессию. А кошек она обожает и благотворит. Ну, я думаю, многие наблюдали подобные персонажи. И если... Ну, я, опять же, выведу немножко через то, что знакомо мне. Есть такая позиция в иудаизме, в Талмуде, что очень важно выстроить естественную пирамиду, как бы сказал, наверное, оппонент эмпатии, да? Там, где-то речь об пирамиде людей. Что вначале мы должны заботиться, и это нормально, да, о близких людях, потом о каких-то друзьях, потом о своем народе, потом о всем человечестве и так далее и тому подобное. И да, тараканы, наверное, не тараканы, но что-то типа того, они в самом конце. И это нормально. Это абсолютно нормально. От того, что мы будем пытаться играть в то, что нам жизнь таракана так же важна, как жизнь человека, это не произойдет. Мы не сумеем все это охватить и не нужно. Мы таким образом просто в какой-то момент, наоборот, станем меньше любить людей, меньше любить себе подобных. И это ужасно. И это ужасно. Это то, наверное, это то, что я часто вижу веганов, что, ну, в принципе, наверное, сформулировать это можно как нелюбовь к людям. Есть, кстати, очень хорошая фраза по этому поводу, я процитирую. Вроде от статистики мы ушли, да, вот как бы... Вот фразы некоторые, мне кажется, они вот такие очень характерные. Есть такой Уильям Джарвис. Могат, вы, наверное, слышали про него, если занимаетесь этим вопросом. И вот у него есть как раз высказывание по поводу идеологических вегетарианцев. Они, скорее, позволяют малярийным комарам разносить малярию, а гадюки ползают по дому, позволят малярийным комарам разносить малярию, а гадюки ползают по дому, чем убьют их. И вот, в принципе, я с этим утверждением на основе своего бэкграунда абсолютно согласен. То, что вот я видел у веганов, я прям вот это и видел. То есть, когда там, я не знаю, мы выходим, как бы до нас там лает собака, и, возможно, она бешеная, да, и там кто-то там тянется инстинктивно, да, там, не веган какой-нибудь, да, там, за газовым баллончиком, на всякий случай, он ничего еще не прыскает. Ну, кто знает, двух собак кинется. И нет, как-то ты не можешь причинить зло этой собаке. Ну, да, надо дать, чтобы она там загрызла тебя, там, ребенка рядом загрызла. Ну, конечно, главное не причинить зло собаке. Понятно же? Что вы понимаете? Я хорошо отношусь к животным. То есть, у меня вот, 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 у меня позитивное отношение к животным. Но да, к людям я отношусь лучше. И я считаю это нормально. У меня все. Так, значит, сейчас надо, наверное, на это ответить, безусловно. Но надо иметь в виду, что у нас время ограничено, а нам еще надо будет по вопросам аудитории пробежаться. Давай я попробую совсем быстро. Ну, насчет того, что мы не можем охватить весь вот этот вот континуум, вот эту пирамиду, о которой я говорил. Уважаемый лидер нашей страны Владимир Владимирович Путин, как-то рассказывал интересный анекдот. Всю водку выпить невозможно. Но стремиться к этому нужно. Я думаю, он очень уместен в вот этой вот ситуации. Я думаю, ссылка на Путина – это специфическая вещь. Окей, я даже потом комментирую. Ну, мы... Слажите на претенок. Понятно. Я понял. Я профессора проведу, привел, вы Путина. Ну, это завершающий тейк, по-моему. Да, да, но это можно заканчивать дебаты. Лучше же ничего не будет. Это как на ковальне в мультиках, блядь, падает как-то с неба. Нет, я хочу проговорить одну важную вещь. Была очень верная ссылка, очень верный довод, в котором можно, ну, реально, который можно поставить для наших левых товарищей из веганского лагеря, им в вину. То есть они буквально пытаются распространить именно любовь к животным. То есть они буквально хотят привести к тому, чтобы к животным относились так же хорошо, как к людям. Проблема в том, что это необязательно. Никто к этому не... Ну, точнее, как никто? Кто-то, конечно, к этому призывает, но я считаю, что это действительно деструктивно. Я здесь с оппонентом полностью согласен. Проблема в том, что необязательно кого-то любить и кого-то считать ровнее человеку, чью-то жизнь ценить точно так же. Ничего большего, чем просто не убивать, я не предлагаю. Это вот кратенько прямо. Затем, ну, очень странное утверждение прозвучало про то, что человек-хищник. Наверное, оппонент оговорился, потому что все-таки человек это не хищник, а всеядный животный. Я сказал, и не хищник, и не травоядный. А, ну, значит, я ослышался, да, не оговорился. Но то, что естественно, то, что он ест, в том числе, и мясо. И вот немножко по поводу естественности. Ну, вот здесь приводился пример льва и антилопы. Я хочу немного другой пример привести. Есть такой зверек милый, называется горностай. Проблема в том, что у него не эпизодически это происходит, а такая стратегия размножения. Он ебет своих детей. Мы это не одобряем. Значит ли это, что мы должны оправдывать либертарианскую идеологию, исходя из того, что есть животные, которые... Если Путин и уход на это, это... Я боюсь, этот канал закроют. Теперь уж точно. Да, это, конечно, проблемный элемент либертарианской идеологии, блядь. Опа, горностай. Проблема, действительно, такой зверек существует. И раз уж мы берем примеры с львов, чего бы нам не брать примеры с горностая. Это что касается, ну, разговора, в принципе, о естественности. Естественности и неестественности. Я не думаю, что животные – это, ну, такой уж хороший пример для того, чтобы заимствовать у них какие-то этические предпосылки. Особенно учитывая, что никаких этических предпосылок у животных по определению быть не может. Кроме разве что каких-нибудь уж совсем высших приматов. И то, я думаю, многие с этим не согласятся. Ну, наверное, если прямо совсем вкратце, то это все, что я могу сказать, да. Толя, я хочу только про горностая, потому что, ну, это было забавно. Горностай, он такой один. Львов, тигров и так далее. Это их огромное количество. Я не считаю, что у них надо брать примеры. Я говорю о том, что мы тоже животные. И речь не о примере этическом. Я говорю, что это норма. Что есть мясо – норма. Природа так устроена. Это, ну, вы предлагаете воевать с природой. Я не хочу с ней воевать. Это же мы проиграем. И я не вижу этических нарушений, как бы. Я уже объяснил. Ну, я до этого объяснил, почему. Потому что это не вопрос только вкуса, это вопрос здоровья. Но самое главное, что это просто норма. Так сделан мир. Он, да, не розово-прекрасный. Это хорошо, что вы не левый, но тем не менее у вас иногда какие-то такие моменты проскальзывают. Он не розово-прекрасный. Надо принять мир таким, какой он есть. Он, поверьте, неплохой. Он, поверьте, очень даже достойный. Я не думаю, что то животноводство, которое мы сейчас имеем, построенное примерно в начале прошлого века, это деталь естественной природы. Это что угодно, но только не частью естества. Это окей, мы можем начать просто охотиться на животных дикой природе. Поверьте, мы этим будем причинять животным намного больше вреда. Это как, я не знаю, как кошерный забой, это как кошерный забой животного, да. Но я все время обращаюсь к тематике, которую я понимаю просто. Кошерный забой животного намного более безболезнен для животного, чем его забой не кошерный. Кошерный забой, как полагает, убийство с одного удара, например. я говорю о том что когда мы вводим понятие и понятие этики это понятие не должно противоречить естественному коду вещей природы мы едим животных это нормально здесь идет в рамках того что понятно что некие страдания животных присвоить к минимуму да я только за я только за и это моя этика потому что я знаю мне это понятно что вот в этом заключается некая моя этичная база которая кстати в моем случае основывается на еврейском мировоззрение который об этом говорит я с этим согласен но я не отрицаю при этом естественный ход жизни под природы поэтому да есть мясо это естественно а свою этику мы можем проявлять в том что что убиваем животных а мы до убиваем как они друг это нормально но мы это делаем причем минимальный минимальный страдания понятно значит я запускаю для зрителей таймер значит 10 минут дорогие зрители у вас есть время чтобы решить исход дебатов на данный момент на каргина вкинута не отрицательная три тысячи пятьдесят три рубля на андатру вкинута 1833 вот пока что пока народ вы там охренели что ли они сломали систему внезапно давай давай чтобы кто-то там ну там же есть эти все эти хрены которые последует сейчас я как раз зачитаю за надо будет понятно да алистер кролли 100 рублей антисемитские донаты не мои были если что что-то дебатов есть вопрос человек андатра начал работать со взрослыми раньше только с детьми занимался вроде каргин кстати продолжает срать за ним тянется длинная полоса говна легко отличимая полосы сармата посрался с армянским геноцидом неодобряем потом с гражданским оружием а сегодня секторе самый старший мой клиент на данный момент это 12 лет то есть нет я не начал работать со взрослыми но как-то запросы нету ну и в принципе супервизор мой тоже не специализируется на этом то есть если будет какой-то запрос у нас в городе но наверное через другого супервизора я попробую но это не моя специализация так так начаться был вкинут донат за вегана и вкинут донат за каргина и в итоге а там всего на сто один рубль отрыв снизился мы во врежнем 10 минут так идем дальше кошер я теперь ты понимаешь почему то ли меня всегда зовет ну да 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 тут как бы жопа рвутся так кошерное сало 100 рублей за каргина спроси у вегана что будет сельхоз животными если все станут веганами это же будет геноцид коровы в лучшем случае можно будет в зоопарке увидеть получается я такой весь в белом люблю зверушек а в результате устроит им экстерминатус во первых смотрите переход на веганство невозможность течение одного дня каким образом будет что будет животными если вот сейчас есть животные ну предположим их например там миллион штук что будет если все но достаточно быстро перейдут на веганство будет падать спрос на продукты животного происхождения то есть этих животных будут убивать и вместо них не будут выводить никого другого ну потому что это просто не для кого невозможно это продать то есть все эти животные будут убиты и но в такой невозможной ситуации что все вдруг достаточно быстро перейдут просто не будут вывезены другие если мы не перейдем на веганство что же произойдет с этим миллионам животным которые живет сейчас они будут убиты то есть если мы перейдем на веганство, то все животные, которые живут сейчас, будут убиты, им на смены придут еще новые, будут снова убиваться, 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 убиваться. А если мы не перейдем на веганство, точнее, если мы перейдем на веганство, то все животные, которые живут сейчас, будут убиты. Ну, вряд ли это больше похоже на геноцид, чем неостанавливаемый поток убийств. Так, хорошо, 100 рублей вкинули ещё за вегана Так, и ещё 100 рублей ни на кого Так, зачитываем Настоящая Екатерина, 100 рублей У не вегана классные сиськи, поэтому голосую за него Кибер Юлин, 100 рублей Александр, сегодня твой день, лови ещё сотку на счёт Толя передаст Но если не приведёшь себя в форму, посадим тебя на веганскую еврейскую диету Маца и хумус Илья, следишь за Алексеем Мартыновым Тем, кто не в курсе, Мартынов долго был упертым сыроедом Потом откатился к веганству А теперь он вегетарианец, который куизосит веганов и сыроедов Ну я не то, что послежу, я знаю, кто это такой, да Это такой фрик, эзотерик, который типа сыроедом был Участвовал там во всяких школах Участвовал, что он там 20 тысяч лет не ест никакой приготовленной еды Но это чисто коммерческая история И сейчас коммерческая история просто что лучше продаётся Сыроедство хорошо продавалось Сейчас вот антивеганство продаётся хорошо Это немного гнетая история Монятно Так, идём дальше 100 рублей Кормак, таурин, это камень преткновения для кошек Как для человека по 12, так для кошек таурин А вот этот таурин, ну даже не в дешёвых А вообще в принципе в большом количестве кормов он синтетический Ага, ну то есть они могут энергос и просто хуярить кошки Им нормально Ну да, да Понятно Так, каждый коммунист Главное, что больше не ели, это понятно Да, совершенно верно Действительно, это нездорово Мыши, блядь, ужас Чума За еврея 100 рублей Каждый коммунист тоже по-своему подходит к идее всеобщего равенства Означает ли это, что коммунизм это не идеология, а, например, практика? Это вопрос мне? Это, наверное, по-другому Я думаю, это мне вопрос Я думаю, это идеология, а практика Ну, в принципе, я не думаю, что каждый коммунист подходит Но если мы говорим Проблема в том, что коммунисты не определяют его поступки Нет набора поступков, поступков или недопустимости каких-то определенных поступков Которые делают человека коммунистом Коммунистам человека делают именно идеологические воззрения Веганам же человека делают именно набор практик, которые он не осуществляет В этом разница А не в том, что есть какие-то соображения Хочу немного прокомментировать Если мы говорим, наверное, про современных коммунистов, то они у нас очень разные Но если мы говорим, например, про олдскул, про коммунистическую партию, как она была в Советском Союзе Там было и что в комсомоле, что в самой партии, в КПБ Там было некий перечень действий, которые недопустим для члена КПБ, для члена комсомола и так далее Поэтому, конечно, там были поступки Ну, это мы говорим как раз о социальной структуре Мы не говорим о коммунистах То есть, ну, понятное дело, что человек... Это структура, которая сформировала коммунистическое движение Нет, мы говорим о структуре, которая сформировала коммунистическое движение Без этой структуры представить это движение невозможно я вам напоминаю что коммунисты бывают не только марксистами то есть есть огромное конкретно про ссср да понятно коммунисты бывают разные если говорить о том что у части коммунистов до действия неотъемлемо это диалоги туда это так но это участие коммунистов то есть это уже смещение усмещать но тем не менее это как бы укладывается вопрос человека вопрос не укладывается неважно я по-другому так перформер макс 300 рублей за каргенаж лома 100 рублей зачем есть капусту если есть свинина холестерина нет в растительной пищи из этого следует что пипка у веганов плохо стоит ну как бы холестерин это не в 12 холестерин производится в печени здорового человека и кстати холестерин эндогенной экзогенной точнее то есть внешне поступающие это одна из основных причин скиллера номер один это сердечно-сосудистые заболевания и кстати из-за тех же самых сердечно-сосудистых заболеваний пипка тоже не очень не очень хорошо у людей так что тут как бы палка о двух концах ага ну холестерин по последним исследованиям он наоборот предотвращает всякие сердечно-сосудистые заболевания появление этих там бляшек холестерия холестериновых и так далее да тут как говорится конец в интерпретации бориса цацулина который не читает на что ссылается проблем везде популярная просто точка зрения сейчас появилась то есть я не не смотрите как бы в данном случае мне кажется обе позиции верны то есть уходить серену то ли правильно озвучил просто холестерина есть как позитивно так и негативной стороны все должно быть ну просто да то есть и плюсы и минусы так понятно хейтер веганов 100 рублей не люблю веганов гор лишь 300 рублей не думал что в кину но на каргина донатте больше денег асана владимир 100 рублей братишка я тебе покушать принес прими таблетки и питание станет сбалансированным эйкинский альди 100 рублей чмок в пупок марго хочу спросить когда закончится травле училки от нахлынувший на нее а грейс и я всерьез проник с жалостью бедной женщине час пролежал в кровати размышляя убирать ли дизлайк под ее ответом никитки убрал за сексуального обояшку каргина кста так вот эра демонстрандум ломает таблицу 1433 рубля оба в веган вот на вегана при при принцесс 100 рублей поддержу вегана перформер макс 1533 рубля за каргина квад эра демонстрандум ломает таблицу 200 рублей еще на вегана солярный 100 рублей я веган целуй горностая 120 рублей как вегана переносит коронавирус скобках сетевых знакомых которые переносили ну так например как другие мне пока не довелось сейчас в коронавирусную столицу россии через два дня поеду махачкалу вот не знаю как я туда доеду так 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 влетел донат за каргина и он вырвался вперед экинский альди 100 рублей до сих пор с ужасом вспоминаю как мой дед козу топором ебнул на моих глазах за александра пургидонского спасибо за 100 рублей солярной 1221 рубль за вегана и против страданий спасибо алистер кровали 100 рублей как это не начал работать со взрослыми а эти дебаты толя засчитай против каргина засчитал артемный риманов 100 рублей анекдот что такое 8 ног 8 рук и 4 писюна либертарианцы ебут детеныша горностаев китаю за 7 то лесбияна в теле еврейского боя александр я пришлю остальные деньги вам отдельно может быть может быть внезапно я так понимаю то ли меня будет держать до конца так за еврея 101 рубль вы же понимаете что в случае отказа от животной пищи вам придется есть растения ведь растения имеют продвинутый аналог нервной системы распределенной по организму они чувствуют боль почему вы не испытываете эмпатии к растениям и хотите устроить им геноцид есть два варианта ответа на этот вопрос проблема в том что оба этих варианта предполагает необходимость веганство потому что во первых растения могут не испытывать более то есть в принципе то самое то самое мнение на котором сходится все научные сообщества на данный момент в этом случае естественно ну понятным причинам веганство необходимо если же растения таки испытывают боль и имеет какой-то аналог нервной системы хотят безусловно не так проблема в том что для того чтобы выращивать животных для поедания их тел необходимо скармливать им очень много растений таким образом веганство предполагает не только отказ от поедания животных но и многократное сокращение количества убиваемых растений то есть но человек немного не тот тейк выбрал для того чтобы опровергать веганскую идеологию получилось так что он ее подтвердил да так ну пока нету значит пока не вкидывают зрители ничего у нас три минуты на таймере остается я хочу напомнить какая моя теория по поводу этого всего я же расширенную версию вот этой концепции того что если все люди станут веганами пропадут вот эти животные которых мы разводим чтобы их жрать я как бы утверждаю что не эволюционная стратегия значит коров значит кур козы так далее она такова что они по сути дела ведут себя как пчелы то есть у них есть у кур например курица королева которой мы люди позволяем размножаться и остальные куры которых мы съедаем и это курица основная выставочная курица да который там на выставках побеждает и так далее она размножается благодаря тому что мы жрем всех остальных кур из ее же курятник вот и таким образом там прямая аналогия с пчелами и муравьями у которых есть королева которая матка значит и все остальные значит пчелы и муравьи они живут в жизни вечного страдания и как бы они не способны принципе ни на что кроме как въебывать и дохнуть значит просто для того чтобы эта королева как бы могла размножаться то есть там в принципе мы часть эволюционной стратегии кур мы часть эволюционной стратегии коров и свиней и я не знаю еще всякой хуйни которую мы разводим так же как мы часть эволюционной стратегии кошек кстати но кошки они там гораздо лучше всего у них случилось но их не получилось сделать достаточно там жирными и нажористыми чтобы разводить их как бы жрать у нас корова есть свиньи и так далее то есть которые более жирные и там более белков свинья очень белково содержащие мясо и так далее вот то есть как бы да то есть вот в этом мой тейк что мы просто мы не просто проведем таким образом через веганство геноцид этих животных уничтожение просто целыми видами но мы по сути дела нарушим их эволюционную стратегию то есть просто возьмем и оборвем это примерно как уничтожить лес с экосистемой там еще чем-то в этом роде спроса хуяк значит как говорится хуян док и пиздок вот ничего не работает вот как-то на это смотришь я смотрю на это так что сравнение с лесом здесь несколько неуместно почему потому что лес это все-таки объект естественной природы то что создали мы наша промышленность это не объект естественной природы мы эту промышленность внесли сюда как некий неестественный объект то как некий да некий неестественный объект таким образом убирание ее не грозит ну не грозит никаким значимым изменением именно в природных в природных каких-то процессах особенно учитывая то что я повторю то что я полчасика где-то назад наверное говорил промышленное животноводство которое мы имеем сейчас появилась ну немногим больше ста лет назад а может быть кстати даже и поменьше потому что возможность пичкать животных антибиотиками вообще выстраивать по конвейерному принципу животноводческие предприятия она появилась но не так давно потому что просто технологий таких не было для того чтобы такое же количество животных содержать настолько скучно и близко друг друг поэтому это конечно хорошая такая хороший такой заход на том чтобы сравнить с лесом потому что все любят леса и все хотят ощущать какую-то свою близость к природе но проблема в том что поддержка животноводческой индустрии не приближает нас к этой природе не делает нас и такими аксиологическими лесниками ну понятно хорошо время и стекло можно я скажу один момент в завершении просто когда вы обсуждали са растения я вспомнил что относительно недавно был такой интересный пост и по-моему он был на этом по моему варлам если не ошибаюсь вот ошибаться вроде варламов и там суть суть в том что берется определенное растение показывается что когда-то на него садятся придать всякие жучки то это растение выделяет там особый особый сок который даже там не то что пытается их как-то отпугнуть но то есть это некая реакция этого растения на этот процесс из-за этого делается лучше несомненно как минимум как минимум растение понимает что его поедают значит значит не я не слушаю меня повтори а значит нам нужно перейти на веганство потому что перейдя на веганство значит следующее значит не на веганство почему нельзя приходить я уже сказал это противоестественно а значит что конечно же да она чувствует либо боль либо по крайней мере какие-то переживания по этому поводу и это должно быть проблема для веганов теперь для меня это не является проблемой именно по той причине что ну да к сожалению растение ну к сожалению это так растения тоже едят вот там не знаю какие-то букашки которые другие букашки потом сидят они едят это растение но говорить о том что растения ничего не ощущают и что это как бы абсолютно все не доказано то есть понятно что у них нет центральной нервной системы это очевидно но то что у них есть какие-то ощущения от того что их уничтожают да есть является они достойно болевыми мы не можем сказать но скорее всего вряд ли им приятно анатолий ощущение как бы ощущение орган который может их порождать у растений просто нет органа который может порождать ощущение москвы это и правдовый вопрос дискуссии это то что как раз пытается понять то есть понятно что если есть какая-то реакция они дальше но у меня немаловероятно едят что им чувствует они чувствуют кайф на своке и хорошо ты можешь как ты можешь от уйти вы тут можно уйти просто в долгую демагогию на очевидно что им неприятно это как минимум все тактизка скорее всего это какие-то негативные что нужно понимать чем они чувствуют это неприятно проблема в том что им нечего и вопрос чем они чувствуют это и вправду вопрос но тот факт если они чувствуют если они чувствуют затем чем-то чувствуют ну как бы это простая здесь логическая цепочка а то что они чувствуют мы дали нужен орган который может порождать ощущение если мы видим что они чувствуют то есть если мы видим это у них происходит них происходят некие реакции это не нервы и естественно не чувство чувство растения это примерно то же самое что и чувство калькулятор вопрос в том чувствует ли растение не стоит перед биологами уже достаточно давно это вопрос видимо по такой логике ли а можно убивать животных листом перед этим все там обезболить и чтобы ничего не чувствовали по этой же логике тогда да ну а какая разница не зма не полиционизма как он называет стран трансгуманизма раздел трансгуманизма как же называется не помню в общем аргументом в общем от капельница с метадоном который который разрушается в принципе прекрасный с таким же моментом можно у человека наверное есть мозг в мозге мозга нету ни одних окончаний мы тоже как бы не чувствуем не чувствуем боли если кто-то будет там поедать мозг как ганнибал лектора покажу это не это вообще не аргумент если есть какие-то ощущения понятно что это соответственно это это существо осознает соответственно с точки зрения сохранения жизни веганство в данном случае подхода веганса это должно быть неприемлемо ощущение нет потому что нет органа который может рождать эти ощущения повторю в этом случае можно есть животных только надо перед этим все этом не знаю просто полностью обезболиваться нет вообще поедание мяса выводить веганскую идеологию из просто нежелание причинять боль потому что из-за вот этого же если не желание причинять боль то и растение это тоже есть нельзя то есть вы сами это сейчас признали то есть если мы не цикли вы стали вертеться вокруг боли но если мы тогда не циклимся вокруг боли а вокруг уничтожения и того что существует осознает понимаешь его уничтожает тогда это недопустимые с растениями если мне круто не циклимся вокруг боли исходим из моей аксиоматики они из того что животные чувствуют боль то мы помещаем растение куда-то там на дальний край вот это вот таракана я понял и и он там и хорошо и мы стремимся выпить эту водку я понял что вы ушли от классической веганской идеи я просто ее как бы сейчас опровергал про вашу личную идеологию назад она интересная но я уже сказал что она просто так на практике не работает так называемое то что сейчас было названо классической веганской идеей это просто ну мнение людей которые не деконструировали свои идеи и не задумывались над ними так как не имеют окей хорошо или я все-таки согласитесь их если уж вы там ссылались в самом начале дискуссии на позицию где большинство где не большинство там это все-таки их большинство и конечно понятно их позиция веганской дано доминирует 95 это неважно я и по вашей как бы и по вашей теории уже ответил ваша теория при всем уважении секунду я хоть не хотела ну дебаты окончены в любом случае но мне хотелось бы уточнить да если дело не в том испытывает ли частный организм боль то в чем дело чему нельзя играть дело в том что причинение дело в том что вот эта вот практика допустимости убийство вот этого вот существа которые находятся в определенном месте даже не важно какое но в определенном месте далеко от нас допустимость допустимость насилия по отношению к нему даже с обезболиванием повышает вероятность нам самим находящимся вот здесь вот самом начале этого континуума стать жертвой того же самого насилия вот в чем проблему и но и я стараюсь ссылается на ту позицию которую он уже озвучил как бы к этой позиции как теории вопросов нет она имеет право на существование просто это абсолютно теория не согласующийся с практикой или толь давай подведем результат у нас это время до подведем результаты значит за кардина вкинули 3570 рублей за андатру вкинули 3255 то есть небольшим отрывом побеждает кардин будьте вы проклятая да ну я кстати я в любом случае я как бы под конец осознал что я бля еще к тому же забыл сказать андат рамену что у нас теперь победитель не получает как бы нихуя то есть то есть если бы он победил он был бы блять неприятно удивлен потому что в прошлый раз он когда с нейробиологом дебатировал он отхватил 30 процентов банк я уточняю это не нейробиолог у него нет соответствующего образования человек сколько тогда сумма была там нормально значит ну сколько тысяч 35 получается вот это нормально сумма вышла да я я отчетливо помню как я блять и переводил в руки тряслись скажи да 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 я из-за этого решил понерфить эту хуйню с 30 процентов банка потому что мы в пизду там еще как бы мало того что надо отдать большую сумму так донатов так еще блять комиссия нахуй там еще какой-то кусок этой суммы хуй пойми куда покрыть и блять ну да 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 вот ну да ладно ну чтож я думаю что а так солярный 100 рублей аргумент каргена про чувство растений конечно железобетонный как хочешь с ним стрим про аквалия будет да 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 охуенно смешно ладно я думаю можно в принципе опускать гостей вот да давайте завершать спасибо замотались на нихуясь на но он 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 решил раньше времени самого разница про просто по методу санта-клауса хуяк ушел поэтому как его ну вообще через это через камин такой хуяк влече за газа вы улетел в общем он по-английски не прощай по-лаплански вот ну что ж спасибо за участие как бы обоим дебатером вот все анатолий да тебе спасибо за очередные дебаты друзья у меня кажется разочаровались ими это хуйва подстава вот она надо ну да ладно да ладно вот всем спасибо надеюсь было познавательно интересно сегодня не пора и но такой просто понят слишком интеллигентным не под не пошло но зато надеюсь насыщенный в интеллектуальном плане все всем спасибо и надеюсь до скорых встреч пока пока всех благ спасибо пока так ну отлично принципе деват прошли хорошо то есть опять таки кто бы мог подумать то есть у меня например был было подозрение сильное что будет к это а получилось вполне неплохо между прочим то есть несмотря на то что люди вроде бы друг друга не знают и как бы тематика такая притянутая немного все равно ну заебись а сейчас танцуем а сейчас не платите не платите не деньги